1 сентября. Для сотен мальчишек и девчонок по всей стране этот день ежегодно становится стартом к новой жизни, полной неожиданных открытий, больших и маленьких побед, значимых достижений. Глядя в лица первокурсников Воронежского профессионально-педагогического колледжа, мы пока не знаем, какое их ждет будущее, но мы уверены, что сегодня они начинают путь к вершинам профессиональной состоятельности и мастерства. А сопровождать их на этом пути будут люди, миссия которых не просто дать положенный объем знаний, но сформировать целостную гармоничную личность, которая так нужна сейчас возрождающейся России. Полувековой юбилей отмечает в этом году это учебное заведение. Тысячи выпускников, специалистов, мастеров, преподавателей и руководителей получили здесь путевку в жизнь. Десятилетия упорного труда педагогов спрессованы здесь в большие этапы роста и развития. Глядя на этот красивый современный колледж, широко раскинувшийся своими корпусами на территории Коминтерновского района города Воронежа, трудно поверить, что начинался он с небольшого профессионально-технического училища на городской окраине. Его рождение было обусловлено историческим этапом масштабных преобразований в Советском Союзе 60-х годов. Страна нуждалась в огромном количестве умелых рабочих рук, руках строителей. И кто-то должен был готовить этих специалистов. Кто-то должен был научиться передавать свои навыки и опыт тем, кто делает самые первые шаги в профессии строителя. Потом выпускали специалистов, некому их было учить, потому что после войны набрали просто рабочих со стройки. Они плохо разговаривали. Вот специалисты были по профессии хорошие. Нужны были грамотные профессионалы, мастера для технических училищ. Вот мы первое время только их и готовили. На момент открытия в октябре 1964 года учебное заведение получает статус индустриального техникума. Но уже через год в его название добавляется новое определение – педагогическое, что отражает новые задачи, которые ставятся перед молодым преподавательским коллективом. Первый набор распределяется по трём группам строителей и двум группам учителей труда. Это были серьёзные молодые люди, уже прошедшие большую трудовую школу на различных стройках и в трудовых коллективах. Все они были настоящими профессионалами, которые нуждались в специальных знаниях, в педагогике и в научных дисциплинах. Ребята были постарше, их после школы никого не брали. Значит, обязательно приходи с рабочей профессией, что ты отработал по своей профессии, или ты закончил профтехучилище, только после этого брали тебя в техникум. По воспоминаниям первых преподавателей, студентам было стыдно получать двойки от молодых учителей, и поэтому они учились с удвоенной силой. Особое трепетное отношение к учебному процессу, пожалуй, стало первой традицией, которая сформировалась в стенах этого учебного заведения. Первым директором индустриального техникума был назначен Сергей Николаевич Голованов. Те, кому лично удалось поработать с ним, вспоминают, что учащиеся уважительно называли его батей за отеческую заботу и преданность техникуму. Это был энергичный, жизнерадостный человек, который работал по методу Макаренко. Он считал, что воспитание должно быть в коллективе, в труде, в спорте. Стоит отметить, что практически каждый последующий директор техникума привносил в его жизнь что-то свое, но при этом тщательно сберегая все лучшие традиции, заложенные предшественниками. Мне очень по душе пришлась строгость Мочилова Федора Ивановича. Очень деловой человек был. Он жил колледжем. Вот эти малые советы, которые он проводил, где он от души расстраивался. Прямо вот видно было, что человек очень переживает. Вы знаете, это впечатляет и вдохновляет на новую работу, на какие-то новые дела. В 60-е годы активно создавалась учебно-материальная база. Учащиеся строительного отделения и учились, и вдохновенно работали. Благодаря их усилиям появились красивые кабинеты и оснащенные производственные мастерские. Среди людей, объединенных общей идеей, общим делом, нередко возникают особые товарищеские отношения. Общаясь с ветеранами ВИПТа, нельзя не заметить, что всех их связывает какое-то особенно бережное отношение друг к другу и к техникуму. Это было действительно братство. Мы были как братья и сестры. Настолько вот это было душевно, атмосфера. Все друг за другом беспокоились. Как, что, чего? Братство ВИПТовцев формировалось не только годами совместной учебы, но и той неустанной воспитательной работой, которую проводили педагоги техникума с учащимися. Студенты техникума сплачивались, выступая в художественной самодеятельности, активно участвуя в спортивных соревнованиях различного уровня. И, конечно же, строители по профессии, они принимали самое активное участие в движении студенческих строительных отрядов. Время было очень веселое и хорошее. Может быть, потому что мы были такие молодые и интересные были. Во-первых, были такие интересные студенческие строительные отряды. Был такой у нас хороший отряд, который возглавил первым его отряда элита, а позже передал его в руки Дмитрия Михайловича Жукова. Строили много всякие коровники, жилье строили, ну все, что можно. И строительные отряды у нас были огромные, до 40 человек. Обязательно надо было брать девчонок, мы обязательно брали там человек 8-10. Значит, строгий распорядок у нас, две недели работаем, а в две недели один выходной. Давали концерты, отчитывались перед населением. Наверное, самой специализацией индустриально-педагогического техникума было обусловлено его постоянное расширение и укропнение, потому что именно этим и занимаются строители. Все, что построено здесь за полвека, было сделано руками его учеников. И возведение каждого нового корпуса или здания символизировало новый этап, новый уровень его достижений. 76-й год мы сдаем учебный корпус, этап. Значит, 78-й год мы сдаем вот этот вот общественный бытовой блок. 80-й год мы сдаем общежитие девятиэтажное. Вот это были годы. Ну, потом строили переходы, вот позже уже переходы. Это большие этапы. Развитие техникума происходило не только в сфере строительства и освоения новых корпусов. Хорошо чувствуя требования текущего момента, здесь всегда в нужный момент открывали новые специальности, в которых нуждалась страна. Швейное отделение открылось в 1980 году. Ну, как известно, спрос всегда диктует предложение. В эти годы как раз очень широко развивалась система ателье Интпашива. И для того, чтобы готовить портных для этих ателье, нужны были высококвалифицированные мастера. И абитуриенты к нам начали поступать со всей страны. Объединение студентов с такими разными по профилю обучения специальностями сыграло неожиданную роль для всей атмосферы техникума. Строители становились более изысканными в своем вкусе. Швейницы же получали основательную мужскую поддержку – надежное плечо. Из студентов этих отделений возникло очень много крепких семей. В 1987 году директором техникума становится его выпускник Виктор Федорович Толстиков, один из основателей первых студенческих строительных отрядов, отличник учебы, активист. Виктор Федорович долгое время был заместителем директора по производственному обучению. Под его руководством достраивался техникум. Именно он впервые стал направлять студентов на производственную практику, на ведущие объекты города Воронежа, что в немалой степени способствовало повышению статуса техникума и его узнаваемости. При нем индустриально-педагогический техникум вышел на новый этап своего развития, когда в 1997 году он был преобразован в Воронежский государственный профессионально-педагогический колледж. Кстати, чем и хороший техникум, а на сегодня колледж, он сохранил традиции того времени, и в итоге воспитывает нормального, хорошего человека. Я после много закончил других учебных заведений, сразу же закончил институт, потом Академию народного хозяйства, второе образование получил, кандидатскую защитил, докторскую защитил. Но вот как бы альма-матор, она здесь. Здесь ведь не только обучали нам профессиональному образованию, как техникостроители, как мастера производственного обучения, но еще и вкладывали душу и рассказывали, как вообще жить-то надо. Сегодня для студентов колледжа созданы все условия для гармоничного развития, эффективного обучения и здорового быта. Студенты и преподаватели, которые не имеют собственного жилья в Воронеже, живут в прекрасном общежитии, соответствующем самым высоким стандартам. Весь комплекс учебных и бытовых корпусов объединен в единую систему, таким образом, что в любое здание можно попасть, не выходя на улицу. Для организации досуга студентов работают различные кружки – драматические, музыкальные, танцевальные. Создано несколько студий моды и клубов по интересам. Поистине здесь не просто обучают специальности, но в самом широком смысле готовят своих выпускников к жизни. Мероприятий проводится очень много, и, конечно, дети всегда помогают. Без них ни одного мероприятия и не состоялось, конечно же. И работают, конечно, у нас кружки, куда они ходят, спортивных секций, у нас и искусственные поля, и огромный спортивный зал. У нас и актовый зал огромный, танцевальный зал огромный. Детям, если они желают чем-то заниматься здесь, у них такая возможность есть. Не будет преувеличением сказать, что самые большие традиции, которые цементировали студенческое братство виптовцев, были связаны со спортом. С первого дня существования техникума и по настоящее время для максимально широкого привлечения учащихся к физической культуре и спорту преподаватели организовывают массовые спортивные мероприятия, причем активно участвуя в них наравне со студентами. Ежегодно 1 сентября, помимо торжественной части, здесь проходят спортивные состязания между командами преподавателей и новичков. Регулярно проводится день бега, а ну-ка, парни, спортивно-патриотическая декада. Не часто в учебных заведениях есть, где спорту придают такое большое значение. Я прошел через это, когда учился в этом учебном заведении, через этот спорт. Он много дает. Это дружба, коллективизм, это сплоченность. Владимир Егорович Шеншин принял эстафету руководства от Виктора Федоровича Толстикова, которого, как воспитанник колледжа, считает своим наставником. Владимир Егорович работает здесь много лет и, как никто другой, понимает необходимость и важность сохранения славных традиций, заложенных предшественниками. Вместе с этим он решает задачи дальнейшего развития колледжа, связанной с модернизацией материально-технической базы, повышением престижности колледжа на областном и федеральном уровнях. Развивает спортивную базу, выстраивает отношения с Российским футбольным союзом, ассоциацией футбола Черноземья. Результатом такого сотрудничества стало новое футбольное поле с искусственным покрытием. И сейчас на этом поле и ребята этого колледжа играют, и мы соревнования проводим среди колледжей города. В этом году студенческую футбольную лигу организовали. То есть туда вошли уже и коллективы средне-специального образования, и в Городинской области. Физическая культура всегда была цементирующей силой всех достижений учеников и преподавателей колледжа. Спортивные достижения его выпускников вписали немало славных страниц в развитие отечественного спорта. Студенты колледжа ежегодно входят в состав сборных команд области и региона. Сборная команды юношей и девушек регулярно участвует и становится призерами международных турниров по мини-футболу, проходивших в Санкт-Петербурге, Харькове и в городе Руза, Болгария. Опираясь на высокие спортивные достижения прошлых лет, Владимир Егорович постоянно ищет новые пути популяризации колледжа. Нашему колледжу всегда везло с руководителями. И Владимир Егорович не является исключением. Он очень энергичный человек, очень прогрессивный, поддерживает все начинания преподавателей, очень с большим уважением относится к преподавателям старшего поколения и поддерживает и любит молодых преподавателей. Совершенно новый этап в развитии колледжа наступил с открытием в 2007 году отделения информационных технологий. Обучаться новым профессиям, востребованным сегодняшним днем, пришли новые талантливые студенты. Они продвигают свое учебное заведение по пути совершенствования информационных технологий. Их усилиями колледж совершил резкий скачок в образовательном процессе. По всем кабинетам проложены информационные сети. Студенты и преподаватели получили возможность общаться друг с другом в электронном документообороте. Требования к специалисту сегодняшнего дня несколько другие. Это человек, который должен ориентироваться в информационных технологиях, который должен уметь пользоваться современными материалами, современными измерительными приборами, То есть это другой подход, но оконечный результат тот же. Красиво, качественно выполнить тот вид работ, который от тебя требуется. Построить дом, сшить пальто, платье. Год за годом, накапливая опыт подготовки высококвалифицированных специалистов, педагогический коллектив выводит свою «Альма-Матер» на уровень ведущих образовательных учреждений системы профессионального образования в масштабах страны. Первая серьезная заявка в этом направлении – это поездка на Всероссийский общеобразовательный форум в 2005 году, который проходил в выставочном центре «Сокольники» в Москве. Там впервые студенты колледжа познакомились с модельером Вячеславом Зайцевым. И именно тогда мэтр отечественной моды отметил работы воронежских студентов словами «Я впервые услышал, что в Воронеже есть мода». Следующими успешными страницами было участие в таких конкурсах, как «Серебряный манекен», «Губернский стиль», где начинающие модельеры колледжа неоднократно занимали призовые места. В рамках молодежного конкурса дизайнеров «Экзерсис» отделение моделирования, конструирования и технологий швейных изделий колледжа было отмечено как лучшая школа моды. Студенты колледжа много раз становились дипломантами таких престижных конкурсов, как «Русский силуэт» в Курске, «Серебряная нить» в Белгороде, «Бархатные сезоны» в Сочи, на международном конкурсе модельеров «Ассамблея моды», проходившем в Москве. Молодые дизайнеры колледжа – одни из сильнейших в России. Они демонстрировали не только на нашей площадке, на разных подиумах, на разных конкурсах перед самым взыскательным жюри. И дипломы о их победах – это свидетельство высокого стандарта подготовки. А в этом году учащийся в колледже стал абсолютным победителем нашего конкурса «Губернский стиль» и номинирован на национальную премию в области индустрии моды – высшую награду российских дизайнеров. За прошедшие 50 лет изменилось очень многое. Изменилась и сама страна, изменился колледж, и, конечно же, изменился контингент студентов, которые среди огромного количества учебных заведений безошибочно выбирают Воронежский профессионально-педагогический колледж. Сегодняшнее поколение студентов может быть не настолько мотивировано учиться по сравнению с их предшественниками далеких 60-х, но у них есть свои сильные стороны. Они стильные и амбициозные. У них высокие запросы и, самое главное, широкие возможности для роста и развития. Студенты предъявляют очень много требований к нам и заставляют нас профессионально совершенствоваться. Поэтому, безусловно, изменился и педагогический коллектив, который работает с ним, потому что это заставило многих педагогов осваивать и современные информационные технологии, без которых сейчас невозможен эффективный педагогический процесс. Ежегодно педагоги колледжа работают в комиссиях различного уровня, принимают участие в конкурсах профессионального мастерства. В ходе многолетней экспериментальной работы в колледже создана эффективная структура студенческого научного общества. Результатом этой работы стало ежегодное проведение на базе нашего учебного заведения Департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области межрегиональной студенческой научно-практической конференции. В апреле 2014 года в колледже прошла очередная 14-я научно-практическая студенческая конференция. Ее участниками стали представители средних специальных учебных заведений 9 областей России. В системе профессионального образования у нас более 50 учебных заведений, и профессионально-педагогический колледж по праву занимает лидирующие позиции среди них. И на сегодняшний день в большинстве наших профессиональных учебных заведений и их мастерами производственного обучения работают как раз выпускники этого колледжа. По итогам 2009, 2010 и 2012 годов Воронежский государственный профессионально-педагогический колледж становится лауреатом всероссийского конкурса 100 лучших образовательных учреждений СПО России. А Владимир Егорович Шеншин получил звание лучшего директора России. Начиная с 2005 года колледж регулярно становится лауреатом конкурсов «Воронежское качество» и получает серебряный знак «100 лучших товаров России» в номинации «Услуги образовательные». На протяжении последних лет именно на базе колледжа мы проводим наш региональный конкурс «Самый классный классный» на лучшего классного руководителя. Вот в этом году, насколько я знаю, колледж выступил инициатором проведения конкурса на лучшего педагога, что тоже очень важно и востребовано. И он занимает свою вот такую очень важную нишу в нашей системе профессионального образования Воронежской области. В год 50-летия колледжа его руководство не почивает на лаврах достижений прошлых лет, а строит планы на будущее. У нас планов, громадье, поверьте, это и реконструкция у нас спортивной площадки, которой мы планируем сделать еще одно искусственное поле. Вот это сделать хороший спортивный городок. Помимо того, что есть поле там и так далее, площадки спортивные, есть, хотим сделать хороший, красивый спортивный городок. Это и, в общем-то, до конца довести до ума вот этот музей, который мы сделали, и центр, кстати, здесь еще и будет центр подготовки, преподготовки футбольных арбитров, тренеров футбольных и администраторов, врачей и так далее, и так далее. 50 лет – это серьезная дата для образовательного учреждения. Более 10 тысяч выпускников вышли в большую жизнь из этих стен, заложены и поддерживаются богатейшей традицией, созданы славные династии. Годы неуклонного роста и развития позволяют нам верить, что и последующие 50 лет впишут немало ярких страниц в отечественное профессиональное образование, и новые тысячи выпускников с честью понесут имя Воронежского государственного профессионально-педагогического колледжа как одного из лучших учебных заведений России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова